здравствуйте друзья с вами юлия сопельняк и сегодня в нашем разговорном уроке мы поговорим об открытии фирмы в сербии но с точки зрения бизнеса мы все делимся на две категории людей физико лице физическое лицо или правно лице юридическое лицо и сегодня мы как раз таки поговорим об этих управным лицем а как по-сербски сказать фирма или компания тут могут быть варианты привод на фирма частная фирма или сокращенно приватник частник компания можно сказать просто компания предузвече предприятие представничество представительство дружство это дословно общество причем это может быть как общество в широком смысле так и ваша уютная группа людей так и общество как бизнес и так две формы организации компании в сербии во первых это предузвечник дословно предприниматель ну как мы говорим и п или как раньше говорили очень красивое было слово бою другая форма организации это дружство с ограниченным от кувор нушчу или сокращенно вы можете увидеть до о общество с ограниченной ответственностью или о о о о о сниваты или открыты фирму основать или открыть фирму регистровать и фирму зарегистрировать фирму и если вы хотите открыть фирму то вы столкнетесь такой организации как агенция за привредные регистрия или сокращенно апр агенция агентство регистрации экономических субъектов за уснивание предузвечника агенции за привредные регистрия потребную досы приложу следующая документация для регистрации и п ну так же не только и п да может быть о в этом агентстве нужно приложить следующие документы и сейчас я вам перечислю некоторые документы которые могут относиться как и п так и кого я вам не буду пошагово объяснять как это сделать потому что это не наша цель просто когда вы зайдете на сайт этой конторы чтобы вы понимали о чем идет речь то есть мы как всегда сосредотачиваемся на лексике и так что вам может быть нужно попу не на регистрациона при его заполненное заявление на регистрацию когда вы приходите с желанием открыть фирму вам нужно понимать как она будет называться название фирмы также треба да одредите шифру дилатности фирмы вам нужно выбрать шифр или код деятельности фирмы шифра дилатности это код деятельности или шифр деятельности то есть какой сфере относится ваша фирма оснивочки акт может понадобиться это устав фирмы доказ о идентитету предузвечника или чланова дружства ну доказательства о личности предпринимателя да просто на этих сайтах очень такой бюрократический язык по сути это удостоверение личности понадобится уважаемые начинающие у меня для вас приятная новость 23 мая мы начинаем курс сербский с нуля если вы никогда не учили сербский этот курс для вас мы будем начинать прямо со снов с произношения с чтения постепенно будем изучать грамматические конструкции как строить предложения ну и конечно слова связанные с повседневными бытовыми ситуациями курс проходит в telegram этот курс обратной связью я проверяю каждое ваше домашнее задание даю рекомендации и вы успешно учитесь в течение трех месяцев подробности об этом курсе как записаться под этим видео у купан износ основного капитала дружства сумма уставного капитала вашего общества если это общество belly carton это регистрация по месту пребывания если вы иностранец доказ оплаченной такси или наклады это по сути справка о том что вы заплатили госпошлину то есть квитанция ну и дальше вы какое-то время ждете подав все документы и вам приходит решение о усниванию то есть ваша компания была зарегистрирована и вы получили подтверждение этого кое сукурации након уснивания фирмы какие дальше шаги после основания фирмы вам может понадобиться печать печать нам треба израдить и печать нужно сделать печать фирмы рачу нубанцы счет в банке треба утворить и рачу нубанцы нужно открыть счет в банке может быть у вас будет и банкинг это онлайн-банк далее порыскоприява заявление в налоговую потребную у законском року поднять и порыску прияву нужно в установленным законом срок подать заявление в налоговую треба изобрать и модел опорезивание нужно выбрать модель налогообложения например паушал но опорезивание паушальное налогообложение или пдв порез на додатную вредность ндс вам могут понадобиться книговодственные услуги услуги бухгалтера или бухгалтерское сопровождение дигитальный или электронский подпись цифровая или электронная подпись ну нужно подать заявку на оформление электронной подписи треба поднять и заход за электронский подпись и после успешного прохождения всех ступеней вы получите матичный брой регистрационный номер и также пип что означает порыске идентификационный брой то есть примерно как у нас и н н индивидуальный номер налогоплательщика ну что ж друзья делитесь своим опытом если вы открывали фирму в сербии возможно это будет полезно так что жду вас в комментариях ну а конспект к этому уроку вы сможете скачать в telegram на моем канале или на сайте сербланк точка ру до встречи в новом уроке